В эфире программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. С вами Инна Румянцева. Здравствуйте. Лето прошло, осень в разгаре. Можно подводить итоги сезонного благоустройства внутрирайонных дворовых территорий. Как преобразили дворы в Ленинском районе областной столицы? Каким работам отдают предпочтение сами жители многоквартирных домов? И всегда ли учитывается их мнение? Своим опытом работы сегодня поделится глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы услышать, сколько дворов благоустроили в Ленинском районе областной столицы? Прежде всего, я хочу сказать о том, что благоустройство во дворах осуществляется по трем направлениям в соответствующем законодательстве. В первую очередь, это программа формирования комфортной городской среды. По этой программе во дворах в этом году реализовано 15 проектов по заявкам жителей. Следующее направление – это проект «Содействие». По данному проекту в Ленинском районе реализовано два проекта по заявкам жителей, которые победили на областном конкурсе. Следующее направление – это инициативные проекты. Раньше это называлось «Твой конструктор двора». В этом году завершается реализация проекта во дворе на Владимирской СИИ. И кроме того, по инициативным проектам у нас в этом году сделано красивое благоустройство небольшого скверика на улице Молотогвардейской и Ульяновской. Вблизи много квартирного дома. Очень интересный проект озеленения. И кроме того, еще асфальтирование проводилось, в том числе комплексное, тоже по нескольким контрактам. Нам всем районам повезло в этом году, когда по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева было принято решение о выделении в районах дополнительных средств, что позволило сделать нам больше объема по асфальтированию во дворах. Здесь тоже я хочу сказать о том, что комплексное благоустройство по первому контракту было выполнено на пяти дворовых территориях. Затем за счет дополнительных средств сделали благоустройство еще в восьми дворах. И ремонт картами выполнен, так называемый текущий ремонт по основному контракту по первому в 13 дворах и по дополнительным средствам еще в 16 дворах. То есть эта цифра превышает 50 дворов, я вот так вот прикидывала? Безусловно, превышает. Серьезные объемы выполнены. Конечно, необходимо учитывать, что дополнительные средства были выделены уже в августе, в сентябре. Поэтому, конечно, они выполнены уже в соответствии со сроками размещения муниципального заказа уже в сентябре и завершаются в октябре. Вообще, сезон лета-осень имеет свои особенности. Тут вот, как правило, какие работы ведутся? Работы по содержанию объектов. Я тоже вначале дам общую картину. Вот у нас на территории Ленинского района есть площади, за которые отвечают управляющие компании ТСЖ, таких 221 тысячи метров квадратных. Есть незакрепленные территории, 14 тысяч метров квадратных, за которые отвечает МБУ САХТОП, муниципальное бюджетное учреждение, и более 550 тысяч метров квадратных территорий, которые относятся к уличной дорожной сети. За них отвечает заказчик департамента городского хозяйства и экологии, администрация городского округа Самары, и подрядчик МП благоустройства. Вот эти основные 3 ответственные органы, организации отвечают за содержание территории. Летом это уборка мусора, вывоз мусора, который осуществляется с контейнерных площадок, либо с силами привлеченного транспорта. А зимой это расчистка проездов от снега и вывоз снега. Это вот по уборке, касательно по сохранению порядка, поддержанию порядка на территориях, да? А вот что касается благоустройства дворов, к которым непосредственно имеют отношение жители, какие работы тут ведутся? Детские площадки, наверное, активно строятся? Да, здесь есть специфика. Во дворах, прилегающих к домам территории, убирают управляющие компании ТСЖ. Если территория стоит на кадастре, то объемы уборки зависят от площади земельного участка, стоящего на кадастр. И сегодня процесс постановки на кадастр при домовых территориях активно ведется. Если еще земельный участок не сформирован, то установлено 444-м решением Думы городского округа Самара расстояние для многоквартирных домов для закрепления ответственных по содержанию 25 метров квадратных от границ здания. Следует также отметить, я еще не отразила, по содержанию контейнерных площадок. У нас на территории района их 329. И есть контейнерные площадки, которые находятся на балансе МБУ, САХТОП 39 таких площадок. 82 площадки, за которые отвечает МП «Жиллидер». И остальные площадки, за их содержание отвечает управляющая компания ТСЖ. То есть в их задачу входит не только убрать территорию, но и навести порядок на территории, которая прилегает к контейнерной площадке. Вот это вот очень важный момент, потому что каким бы ни был благоустроенным двор, если неблагоприятного вида мусорная площадка, то, конечно, впечатление удручающее. И настроение жильцов, наверное, соответствующее. Поэтому это важный момент. Это очень важно. И здесь следует отметить, что чистота начинается с порядка складирования мусора на контейнерной площадке. Ведь что мы зачастую видим? Некоторые граждане приносят крупные коробки, мебель старую, еще что-то, и не аккуратно складируют на контейнерной площадке, а там складируют так, как они это понимают. Конечно, других жителей это не устраивает, потому что все хотят, чтобы был порядок на территории. А также есть жители, которые, к сожалению, мусор предварительно в пакеты не складывают в мусорное и не завязывают. Это чревато тем, что когда сильный ветер, либо птицы, а у нас их много, и вороны, и другие птицы, птицы, иногда безнадзорные животные, они тоже этот мусор разносят по территории. И, конечно, здесь вот всю цепь событий, которые предшествуют вывозу мусора, если бы каждый из нас аккуратно соблюдал, то было бы гораздо чище. То есть с себя надо начинать, конечно. Каждому надо начинать с себя, на самом деле. Как в собственном доме, каждому надо начинать с себя, и это правильно. Елена Юрьевна, у нас есть сюжет о благоустройстве одного из дворов Ленинского района Самары. Давайте посмотрим. Безопасная детская площадка с большим функциональным комплексом, малой архитектурной формы, песочницей и лавочкой. Во дворе дома по улице Братьев Коростелевых, 152, проходит благоустройство дворовой территории. Здесь ведут работы в рамках регионального проекта «Содействие». На данном этапе уже установили все архитектурные формы и приступили к монтажу резинового покрытия. Детская площадка – долгожданное событие для жителей дворан, в особенности для детей и их мам. Наконец-то наш проект, так скажем, победил. И вот мы видим результат, строящийся детскую площадку на радость детям, на радость жильцам. Наконец-то наши детки смогут безопасно, с хорошим покрытием гулять, заниматься спортом. Мне кажется, это самое лучшее, что может быть для жильцов наших домов. Каждый этап работ подрядчики согласовывают с местными жителями, учитывают их пожелания и вносят коррективы. «Предложили переместить линию забора с парковки, для того, чтобы машины беспрепятственно парковались, не задевали будущие ограждения. Мы это замечание отработали, сегодня приступим к устранению». Для того, чтобы принять участие в проекте «Содействие» и сделать свой двор красивым и комфортным, необходимо прийти в администрацию, где сотрудники подготовят проект с учетом наличия охранных зон сетей и сведений по кадастрам. «Проект готов. Мы сами, администрация, составляем смету, помогаем оформить заявочную документацию жителям и уже направляем сами в конкурсную комиссию, в правительство Самарской области. Проходит конкурс, проекты, которые побеждают в этом конкурсе, по ним начинается реализация». Работа по благоустройству дворов, она, конечно же, плановая. Вот скажите, сколько времени необходимо заранее потратить на это планирование и на подготовку для того, чтобы уже непосредственно приступить к выполнению запланированных работ? Здесь я, прежде всего, хочу сказать о том, что порядок формирования заявок на благоустройство сегодня определяет такой механизм, что инициирование должно проходить непосредственно от жителей, от собственников помещений, ну, квартирных домов. Тем более, что и прилегающие территории с постановкой на катастро, они входят в состав общедомового имущества. И орган власти сегодня не может прийти и сказать, что вот мы хотим здесь сделать такое-то благоустройство, не спрашивая жителей. Поэтому на всех встречах, которые мы проводим с жителями, у нас их очень много в этом году проходило, в августе мы провели 17 больших встреч, на которых присутствовало 555 активных жителей, это и старшие по домам, и волонтеры, которым мы объясняли, что вот сегодня существует три направления, по которым можно делать благоустройство, но все они начинаются с инициативы людей. Поэтому мы предложили самый короткий путь, приходиться в администрацию, в отдел по благоустройству, для того, чтобы мы сразу оценили возможность реализации проектов благоустройства на конкретной территории с учетом охраны зон сетей, с учетом ограничения прав на землю, для того, чтобы мы сразу за короткое время с жителями подготовили дизайн-проект, подобрали то оборудование, которое жители хотят у себя во дворах иметь, подготовить заявку, оказать необходимую методическую помощь, и это самый короткий путь для того, чтобы такая заявка попала в ближайшие планы по благоустройству. Безусловно, набор объектов, которые планируются к выполнению в текущем году финансовом, обсуждаются на Совете депутатов районного совета, и комиссионно определяется, какие объекты предстоит выполнить в текущем финансовом году. С учетом многих факторов, в том числе и с учетом количества потребителей этого проекта благоустройства, с учетом стоимости работ, которую предстоит выполнить в данном конкретном дворе, такие рекомендации разработаны на федеральном уровне, и с учетом этих рекомендаций и осуществляется набор объектов, которые будут выполняться. А что входит в комплекс работ? Вот стандартный комплекс работ по благоустройству двора. Если мы говорим о программе «Комфортная городская среда», то предусмотрен перечень основных работ, которые обязательно должны быть выполнены. Это установка урн, вазонов, это асфальтирование проездов туда входят, и перечень дополнительных работ, в которые входит благоустройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, детское оборудование, спортивное оборудование. И с 2019 года перечень дополнительных работ требует софинансирования граждан. То есть вот это требование предусмотрено федеральным законодательством. Если мы говорим о проекте «Содействие», то здесь может быть разный набор работ, в которые может быть включена и установка, вот у нас даже был проект, фонтана. Во дворе? Есть, но не во дворе, на территории, прилегающие к многоквартирным домам. Здесь, конечно, зависит от фантазии людей, собачьей площадки, площадки для выголов животных. И этот проект по программе «Содействие» может включать состав работ и на большую стоимость. У нас установлен единственный лимит ограничения по району, но если проект проходит конкурс и выигрывает, он может быть реализован. У самих жильцов многоквартирных домов какие, как правило, предпочтения? Вот на что они прежде всего обращают внимание? Требуют, прямо требуется администрация, что вот это вот обязательно необходимо? Если говорить об общих тенденциях, то, конечно, у нас в основном востребованы детские игровые комплексы, карусели. Это то, что требуется для детей разных возрастов. Спортивные тренажеры. У нас есть дворы, где жители попросили именно спортивные тренажеры, потому что они востребованы и не только подрастающим поколением, но и нашими уважаемыми ветеранами. Поэтому все зависит от пожеланий людей, от их интересов. Есть у нас дворы, где жители попросили сделать места отдыха для ветеранов, где они играют в шахматы, но не все. У нас есть дворы, где категорически отказываются и от лавочек, и от мест отдыха, потому что у них видение такое, что они не хотят, чтобы во дворе приходили случайные люди, которые нарушают еще и общественный порядок. Без постоянного места жительства. Поэтому здесь, конечно, все зависит от предпочтений людей, и это правильно. И вот такие проекты, они не случайно на федеральном уровне предусмотрены, что должны быть поддержаны большинством собственников помещения соответствующего квартирного дома. То есть я так понимаю, что мнение жильцов учитывается всегда? И только по инициативе, и только по решению людей начинаются такие проекты. Елена Юрьевна, вот действительно, вы рассказываете у граждан много возможностей, много различных проектов, в которых можно принимать участие. Для этого нужно о них знать и выходить с инициативой. Но не всегда знают, где можно узнать, прочитать. Расскажите вот об этом. Ну, во-первых, вот я говорю о том, что мы ежегодно проводим встречи с жителями, на которых активно об этом рассказываем. Вот в августе этого года мы активно, для того, чтобы нам по следующему году сформировать программу и на ближайший период трех лет, мы провели активные вот эти встречи и постарались максимально людям объяснить и пригласить к себе. Это действительно гораздо проще и быстрее, когда люди приходят к нам в отдел благоустройства, где мы уже непосредственно отрабатываем проект по этой территории. Кроме того, информация об этих проектах есть на сайте администрации. И в аккаунтах мы видим аккаунты в соцсетях, где также рассказываем о возможности участия в этих проектах и показываем, как эти проекты реализуются. То есть просто надо на самом деле интересоваться. Источников информации много, можно тут посмотреть, там почитать и уже непосредственно выходить. Да, у нас вот есть, понимаете, какая проблема. Есть вот дома, где мы даже приглашаем. Ну, приходите, мы поможем. Мы не сможем сделать без вашей заявки ничего, не сможем проезд отремонтировать. Но есть, к сожалению, вот такие адреса, где нет вот такого понимания, взаимопонимания между соседями. И люди... Инертные. Здесь и инертность, и нежелание. Вот пусть ко мне кто-то придет, сделает. Но, к сожалению, сегодня это невозможно. Инициатива, нужна инициатива. У нас есть еще один сюжет, подготовили наши корреспонденты, о том, как благоустраиваются дворы в Ленинском районе Самары. Я предлагаю посмотреть. Активная гражданская позиция жителей и поддержка местных органов управления. Благодаря такому взаимодействию дворы в Самаре преображаются. По адресу Садовая 200 прошел осмотр благоустроенной дворовой территории, отремонтированной по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Двор стал местом притяжения больших и маленьких жителей близлежащих домов. Сергей Демин, дедушка трех внучек, рассказывает, усилия были не напрасными. Теперь, выходя на прогулку, девочки сразу бегут на новую площадку. Навстречу пошли, вникли в суть проблемы. Поэтому комфортная городская среда в действии, скажем так. И сейчас вот эти плоды, результаты этой деятельности есть. Поэтому будем продолжать развиваться дальше. На детской площадке установили горку, качели, малоархитектурные формы и ограждения. Заасфальтировали дорожки. Появились и лавочки. В планах озеленение территории. Дизайн-проект разработали сами жители. Благодаря активному участию жителей в реализации этого проекта, он на сегодняшний день успешно реализован. Площадка будет развиваться и радовать и детей, и взрослых. Замечания были в ходе выполнения работ, но на сегодняшний день они все отработаны. В этом году в Самаре только по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроен 51 двор и три общественных территории. Расскажите, пожалуйста, как меняется взаимодействие районной администрации с жителями МКД, их представителями в лице старших домов, скажем. Можем ли мы сегодня говорить о том, что вообще грамотность повышается старших домов, их инициативность? Я могу смело утверждать, что действительно так и происходит. У нас есть такие активные жители. У нас это не только старшие по домам, но у нас еще есть волонтеры в домах. У нас их более 400. Это проводники информации между администрацией и жителями, которые активно вовлечены в эту орбиту взаимодействия. И с учетом выстроенной работы с 2018 года, у нас же и семинары проходили по проекту «Мой дом», и много информационных встреч проходило. И сегодня мы видим, что не просто повышается компетенция, квалификация людей по управлению домами и территорией, но у нас уже есть люди, которых можно на федеральный уровень выводить для того, чтобы они еще делились своим опытом по инициированию, реализации проектов. Это действительно потрясающие люди, причем независимо от возраста. Это активные люди, грамотные, не только юристы, но и люди других профессий, которые действительно очень активно участвуют во всех процессах в жизни Ленинского района и помогают нам в реализации таких мероприятий. Ну, вероятно, они создают инициативные какие-то группы из таких же активных жильцов. Да, у нас вообще концентрация общественного управления, она базируется не только в советах микрорайонов, но и в более крупных структурах. У нас 5 территориальных общественных советов на территории района. Они, хотя и расположены в одном районе, в Ленинском, но везде есть на каждой территории своя специфика. И действительно, это потрясающие люди, которые реализуют интересные проекты для людей и тоже выигрывают гранты, и федеральные, и региональные гранты, для того, чтобы на своей территории реализовывать замечательные проекты. Вот у нас, например, есть то с Струковский, то с Центральной, то с Мичуринском микрорайоне, где тоже потрясающие проекты зародились, в том числе и по информационной грамотности, для того, чтобы люди смогли пользоваться госуслугами, пользоваться средствами цифровой грамотности. Поэтому, да, очень много праздников еще они организуют. Мы тоже взаимодействуем к Новому году. Интересно, у нас проводятся акции для детей во дворах. Поэтому, конечно, есть формы для активного взаимодействия жителей, для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. А вот что касается поддержания чистоты и порядка во дворах, вы уже рассказали о том, как и территории закреплены между разными учреждениями, в том числе ничейные территории, да, и внутридворовые, что это ежедневная, конечно, задача, которая требует постоянного решения. А жильцы в этом принимают участие? Не просто принимают, а самое активное участие. Вот я приведу пример. Мы в Ленинском районе создали в Телеграме группу, называется «Наш Ленинский район». И у нас очень многие активные жители в эту группу заходят. Она у нас структурирована по направлениям. Есть вопросы, которые касаются уличной дорожной сети, управляющей компании, уборки территории, вывоза мусора и так далее. То есть структурированы их обращения. Да, и даже у нас есть «Расскажи, где торгуют смертью». Это там, где жители могут выложить информацию актуальную о возможном либо потреблении наркотических средств, либо размещении наркотической рекламы. В эту же группу у нас подключены работники нашей полиции районной. И очень быстро и активно оперативная передача информации способствует тому, что и полиция активно устанавливает, выявляет и таких нарушителей закона, либо нарушителей общественного порядка. Поэтому я, конечно, благодарю всех жителей, которые активно принимают участие в этом взаимодействии. Группа эта работает без выходных. И практически, вот я смотрю, даже некоторые до самого поздна, до 12 часов пишут. И что интересно, вот эта вот группа в соцсетях, она становится не только площадкой для того, чтобы проинформироваться нас о том, что где-то что-то не так, да, и надо срочно отработать. Но еще эта площадка стала площадкой взаимодействия и обмена опытом между людьми. Вообще это потрясающе на самом деле. Я вот тоже сижу, слушаю и думаю, какое мощное взаимодействие. Мощное взаимодействие, да. Поэтому я вот всех жителей благодарю, кто активно участвует в этой работе. Потому что действительно, вот так взаимодействие оперативно, мы и сможем обеспечивать работу эффективную на территории. У меня к вам последний вопрос такой. Вот если у жителей района все-таки возникли какие-то претензии, претензии, возможно, к проведенным работам, что-то им не нравится, или что-то, какое-то возникло замечание, или предложение по ходу выполняемых работ, такое же тоже возможно, куда они могут обращаться? Если замечания касаются выполнения работ по благоустройству по тем направлениям, о которых я рассказывала, по программе «Комфортная городская среда», проекту «Содействие», инициативу проекта по асфальтированию, здесь происходит немедленное реагирование непосредственно в ходе выполнения работы. Вот я приведу пример. У нас на Вилоновской 2А4а там огромный объем работ был по асфальтированию, и даже подрядчика заставляли переделывать часть установки борта, участков, потому что жители посмотрели, как им удобнее будет парковать машины, и все пожелания жителей были удовлетворены. То есть даже переделать пришлось? И даже переделали, да. Это затратная часть? Конечно, затратная, но подрядчики тоже идут на это, потому что в чем суть этих проектов? В том, что мы не подписываем и не принимаем эти работы, если есть замечания жителей. Подрядчики уже об этом знают, поэтому они понимают, что вот на стадии выполнения работ необходимо с жителями согласовать абсолютно каждый элемент проекта. Елена Юрьевна, наше время подходит к концу. Вы можете что-то еще важное донести до внимания наших зрителей? Важное вновь я призываю всех активных жителей принимать участие в благоустройстве нашего района. Я призываю жителей приходить к нам, не тратить время на переписку. Приходите к нам в отдел благоустройства в любое время, в рабочее время, для того, чтобы действительно оперативно посмотреть на ваш двор, на ваши возможные пожелания по благоустройству. Мы приложим все усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки подготовиться проект, составить смету и в ближайшие периоды его реализовать. Быть инициативнее. Быть инициативнее. И действительно, благоустроенный двор, район, город – это наше хорошее настроение, наш комфорт, наше здоровье. А потому давайте поддерживать их чистоту и красоту, как делаем мы это в собственном доме. Елена Юрьевна, я благодарю вас за беседу. Напомню, сегодня в совете нашего дома принимала участие глава Ленинского внутрибородского района Самары Елена Бондаренко. На этом я с вами прощаюсь. Уют всем и комфорт.